Я представлю такие обобщенные результаты исследований, которые, в общем-то, родились из простейших базовых мыслей. Если использовались какие-то инструменты из металла или из какого-то другого материала, то, естественно, что при обработке особенно твердых пород горных, с которыми мы часто сталкиваемся на древних объектах, типа гранита, базальта, кварцита, инструмент, естественно, будет снашиваться. И крупицы материала, вполне возможно, могут остаться непосредственно на обработанных поверхностях в виде микровкорплений. Если мы ведем речь просто о каком-то инструменте, скажем, из сплава металла, понятно, что он стащивается непосредственно на этот металл. Даже если мы обрабатываем, скажем, варианты, медный инструмент с абразивом, когда у нас работает абразив, то медь тоже будет стащиваться и тоже будет попадать в эти микровкорпления. Значит, для примера, в свое время Стокс, на которого сейчас молятся египтологи, проводил эксперимент, это 2002 год, по распиловке асуанского гранита и сверлению с помощью медных пил и песка в качестве абразива, кварцевого песка. У него выходило, например, что на четыре объема материала, то есть гранита, который был вырезан из блока, то есть то, что пошло в отходы, приходился один объем меди, минимум один объем меди. Иногда это соотношение достигало даже один к двум. То есть можете представлять, сколько там меди должно быть в тех следах, которые, собственно говоря, мы имеем. Вот, поэтому нам представлялось, что это достаточно простая задача, тем более, что минералоги у нас профессиональные при музее Ферсмана, музей Ферсмана это минералоги Академии наук Российской Федерации, то есть весьма авторитетные ученые, да, они нас уверили, что даже тысячи лет для этих микровкорплений, в общем-то, это не время, они должны обязательно сохраняться. То, что такие микровкорпления держатся очень долго, и действительно, они как бы въедаются буквально в материал, они там, собственно, иллюстрировали тем, что они пытались там после того, как сами обтачивают камень, когда была потребность вымыть весь, собственно, материал инструмента, которым все это дело обтачивалось, вымыть весь абразив, они в четырех химических растворах промывали, и в то же время аппаратура совершенно спокойно все это легко обнаруживала, тем более там точности буквально там до, то, что называется, ну не до молекул, нет-нет-нет, там тысячные доли процента по содержанию, то есть там мощнейшая аппаратура стоит. Речь идет о совершенно разных анализах, значит, здесь ситуация такая, мы пытались одновременно разобраться, но поскольку как бы есть обработанная поверхность, да, смотреть и, собственно, как бы движение инструмента обрабатывающего, то есть на риске, которые остаются, да, и по ним тоже пытаться уточнить вид инструмента, да, ну и параллельно заодно, то есть, ну, когда лаборатория серьезная, у нее, как правило, много оборудования стоит, там есть и бинокулярные микроскопы, да, которые позволяют рассмотреть чисто механические характеристики поверхности, есть и там масс-спектрометры или электронные микроскопы, которые тоже позволяют проводить химический анализ, да, то есть задача у нас стояла выжать как можно больше информации, вот, значит, ну и попытаться приблизиться к материалу инструментов, собственно говоря. Начинали мы взаимодействие еще года 4 назад с кафедрой получивоведения МГУ, у них просто был под рукой электронный микроскоп, и были контакты с этими людьми, но, к сожалению, там буквально первый же опыт придел к тому, что мы расстались, потому что человек, который, собственно, проводил исследование, он нам просто выдал фактологический материал, но никак не смог его проинтерпретировать, он развел руками, сказал даже, я с вас не возьму никаких денег, потому что я объяснить это никак не могу, прокомментировать не могу, ну, он не специалист в области минералогии. Ну, результат я там покажу, в одном месте я его использую. Значит, чуть позже на меня выходили люди с обсерватории МГУ, они занимаются оптикой, естественно, они сами там точат линзы, работают с алмазным инструментом, и они предложили, как бы, поискать именно крупицы алмаза. Значит, ну и в том числе на механические, по характеру механических каких-то повреждений, посмотреть, собственно, что были за инструменты. Наиболее плодотворно у нас было взаимодействие вот с Минералогическим музеем Ферсмана Академии наук. Там в основном это был вот бинокулярный микроскоп, это чисто визуальный был осмотр, и вот основные данные там были получены на вот этой аппаратуре, рентгенским аспектрометр Oxford ED2000. Занимался этим непосредственно руководитель этого лаборатории Леонид Паутов. Он начинал с очень скептических позиций, абсолютно с классических, что-то делалось с медью и так далее. Ну, в общем, быстро он все дело прекратил. Вот, сейчас он больше чешет затылок. И вот последние исследования были проведены, пока еще не закончены. Образцы еще до сих пор там лежат. Это Институт тектоники геофизики в Хабаровске. Значит, там пока вот только оптический микроскоп использовали, к сожалению, у них была расстроена аппаратура по химанализу. Но это вообще обычное дело. То есть мы-то думали, что это пришел, проверил и, собственно, что там. Это вот очень капризная аппаратура, очень занятые люди. То есть все, что удается делать, это буквально выкроить 3-4 часа в квартал, что вот когда их придавишь в свободное время к аппаратуре, вот тогда вот вместе с ними просидишь, тогда они какие-то измерения еще как-то умудряются провести. И это должно попасть в тот момент, когда, значит, нет перебоев с электричеством, когда не полетело программное обеспечение, когда не вылетел с места какой-то кристалл. Там в Ферстману полетела вода, а это охлаждающий элемент. Ну, в общем, это жуткое дело. То есть вот постоянно созваниваются с людьми, у них постоянно какие-то поломки, они чинят там в экспедициях. В общем, буквально вот урывками какие-то вещи удается делать. Ну, по крайней мере, вот что-то, что удалось, я, собственно, вот сейчас и расскажу. И я расскажу только по части образцов, ну, только там, где удалось получить информацию. То есть есть целый ряд образцов, мы набрали там, по крайней мере, порядка 10 килограмм самых разнообразных, как в последнюю поездку. А на самом деле вот информацию более-менее удалось добыть по пяти образцам. Значит, вот то, что я рассказывал по отпиленной, надрезанной, отломанной скале в Саксоамане. Это Перу. По ходу поездки вот от этого надреза отломан кусочек небольшой. Вот, собственно, Максим за этим процессом выламывания этого кусочка был взят небольшой кусочек диоритовой скалы. Здесь поверхность была сильно подвержена сильной эрозии, поэтому химический анализ нам ничего толком не дал. Вот. Но единственное, что при этой исследовании в обсерватории МГУ были проведены, вот риски там видны. Риски идут, в принципе, в одном направлении. И получается, что, ну, на первый взгляд просится, что была какая-то там типа болгарки дисковая фреза, но на самом деле след абсолютно ей не соответствует. То есть на самом деле как будто здесь проводили ножом или чем-то еще просто вот так вот разрезали эту скалу. Это я не могу сказать. Они в разном масштабе все это фотографировали. И особо скинули все это без комментариев. Вот. Единственное, что нам сначала по этому образцу, на почве Ведни нам выдали информацию, что там много магнетитов. И якобы это соответствует о длительном возрасте, потому что якобы магнетиты образуются только, значит, под воздействием космических лучей. Но на самом деле там магнетиты образуются совершенно в различных условиях. И без всякой даже экспозиции снаружи. То есть это могут быть внутренние процессы. Но единственное, что по химии удалось на этом образце выловить, нет абсолютно никаких следов ни меди, ни овова. То есть ни медные, ни бронзовые инструменты при обработке там не использовались. Следующий образец. Это уже не твердая порода, а гораздо более мягкий известняк. Это храм Джеткара, возле пирамиды Джеткара, который я приводил в качестве того, чтобы пол был сначала уложен из блоков, из отдельных, а потом с него был срезан верхний слой. Выравнивалось, когда как бы циклевались полы. И то, что я говорил, что верхний слой изменил цвет. Изменение цвета просто бросается в глаза. И мы пытались, собственно, понять причину изменения цвета и проверить на наличие как раз, опять же, микровкраплений. Конечно, известняк не очень-то такой материал, от которого следует ожидать, что микровкрапления там останутся. Ну, скажем так, гранит-базальт чем лучше и кварцит. У них есть твердые зерна кварца, да, во всех этих материалах. И есть как бы промежутки между этими зернами. И там микровкрапления остаются именно в этих промежутках. Значит, а известняк, он более однородную структуру имеет. И поэтому, в общем, здесь... Вот мы взяли образец, там меньше слой темный оказался. Но это был, на самом деле, единственный образец, где вообще нашлась медь. К сожалению, опять же, в этот момент засбоила программное обеспечение. Сама программа, значит, определение вообще спектра работала. Но записать результаты было нельзя. То есть, как бы перенести их в зримую картинку было невозможно. Но пик по меди был совершенно отчетливый. И был такой же совершенно отчетливый пик по цинку. Причем в соотношениях очень близких к тому, что используется в современных латунях. Ну, чуть-чуть отличающийся. То есть, это сплав, это латунь, фактически. Проблема в том, что пирамида Джеткара датируется, грубо говоря, серединой третьего тысячелетия до нашей эры. А принято считать, что латунь вообще придумали... До латуни додумались только риблине. То есть, через две с половиной тысячи лет. Ну, это как бы есть спорные моменты, потому что есть альтернативные точки зрения, которые уверяют, что еще в древнем Мемфисе, собственно говоря, где и расположена эта пирамида, что латуни уже умели делать. То есть, есть некие описания сплавов, очень похожие на то, что это действительно была латунь. К сожалению, здесь сильная эрадирная поверхность оказалась, и, в общем-то, никаких рисок, которые бы дали дополнительную информацию о том, что за инструмент применялся, получить не удалось. И пока мы оставили, не было у нас возможности попытаться проверить версию химического отравления. То есть, ну, скажем, банально, значит, задействование уксуса. Известняк, льем уксус, поверхность размягчается, становится фактически пастой, мы берем там и снимаем все, что нам надо. Вот. Тоже должны остаться, конечно, следы, но пока, к сожалению, этого не было, у нас в перспективе это все дело. Ну, уже нашли лабораторию, которая там возьмется вроде за это делать. Ну, вот, знакомые вам обломки саркофага в Дашуре. Обычно это называется кварцитом, но на самом деле, насколько я смотрел вообще литературу по минералам в Египте, здесь реальных кварцитов нет. Это как бы псевдокварцит, вот более корректно говорить. Это уже не песчаник, но еще и не кварцит. То есть, кристаллы кварца не сплавлены вместе в единое целое. Ну, вот один из кусков, который мы вывезли там в ходе многочисленных поездок. Вот образец мы взяли. Ну, это уже следы современных отпилов, которые брались там на анализ. Вот видно, что структура, здесь спайки между кристаллами кварца вроде есть, но на самом деле, вот, монолитная структура, которая характерна именно для чистого кварцита, чтобы строго называть его кварцитом, ее нет. Вот, и поэтому, в общем, ну, буду называть это псевдокварцитом. Вот видно, как обработанная поверхность, это снимок сбоку, как она достаточно ровно идет. Но при этом, опять же, при визуальном осмотре, даже под микроскопом, в общем, никаких следов обработки, каких-то штрихов не найдено. Но не обнаружены и следов оплавления каким-либо лазером. А чем нам оказалась кафедра почвоведения полезна? Вот она электронным микроскопом все это дело там подсветила. Вот одно из увеличений. И здесь, собственно говоря, вывод был такой, что кристаллы кварца, которые здесь присутствуют, они, значит, вот на поверхности, они не выбивались с места, не вышелушивались, то, что называется, то, что следовало бы ожидать при ручной обработке. Они не срезались, что было бы при более твердом инструменте, чем твердость кварца. Они скалывались. То есть, на самом деле, инструмент был по твердости близок к кварцу и при этом двигался на большой скорости. На большой? На большой скорости, да. Вот. Еще один результат, который они нам выдали, значит, это на электронном микроскопе. Здесь высвечивается два пика, характерных для углерода. И, значит, на золото можно не обращать внимания и для кремния. Ну, понятно, кремния – это кварцит, но его оказалось несколько больше, чем должно было быть в кварците. Золото – это просто электрод там, золотые электроды стоят. Вот. Это нам просто дало неожиданную версию, требующую дальнейшей проверки и подтверждения. Потому что кремний плюс углерод. Ну, если кремний понятно в кварците, то углерод спрашивается откуда, да. Это уже совсем другое. Это должны быть какие-то либо примеси, либо еще что-то. Но, в принципе, если предположить возможность то, что это было соединение, то соединение углерода с кремнием – это, собственно говоря, у нас искусственные материалы, которые появились там в 70-х, 80-х годах, широкое развитие получили, это так называемые композитные материалы, которые в определенных сочетаниях, там, во-первых, способны выдерживать высокие температуры, обладают там слабой изнашиваемостью и в том числе большой прочности. Ну, в зависимости от того, что за технология и так далее. Но, поскольку это единичный результат плюс электронный микроскоп этот обладает одной неприятной такой вот особенностью, что он берет точечные замеры, делает. И, соответственно, в точке может быть все что угодно. Здесь нужно бить по площадям и все-таки усреднять все это дело, смотреть. Вот. В точках могут быть любые выбросы. Так, следующий образец у нас был из рамесиума. Это левый берег Луксора. Значит, вот статуя, которая весит вместе с постаментом, как считается, тысячу тонн. Полагаю, что это статуя Рамзеса. Естественно, вот это сам постамент. На нем есть два картуши с именем Рамзеса, как считается. Да, вот здесь есть куча трещин. Вот с одной из трещин нам удалось маленький кусочек просто вынуть руками. Здесь сразу было две обработанные поверхности. Одна и вторая, потому что это был, значит, рельефный рисунок. И одна сторона представляла внешнюю поверхность блока, обработанную. А вторая, значит, одну из поверхностей, то есть перпендикулярную поверхность. Это был рисунок, грань рисунка. Вот. К сожалению, здесь эрозия оказалась гораздо сильнее, чем мы надеялись. Вот. В общем, здесь кое-какие риски тоже попадаются. Вот. Это нам делали вот в обсерватории. Видно, что инструмент двигался, опять же, линейно. Но они выдвинули версию, что это может быть вторичной шлифовкой. То есть это не сам инструмент, непосредственно разрезавший гранит, а те, кто уже мастера, там, доводил рисунок, как бы, до... Да. Или чистили. Или чистили. Нет, чистили вряд ли, потому что тогда бы должно было чистить с абразивом. Вот. Для песка, который бы попался случайно, слишком частые риски. Так. Ну и, собственно, образец, наиболее давший нам какую-то пищу для размышлений, и последний в моем списке, который я представлю, это... Значит, вот ворота, про которые я говорил, где есть прорезь в Карнаке, прямо на туристической тропе, которая там 5-6 метров высотой. Вот. Вот у нее есть правая стойка и левая стойка этих ворот. Ну, если вот движение сюда идет обычно. Значит, вот на правой стойке у нас... А, это уже левая, собственно говоря, я показываю. Вот тоже есть такие же прорези. Собственно, вот эта левая прорезь нами и была задействована. Здесь внизу маленький кусочек. Оказалось, естественно, уже трещина от эрозии. Удалось ее подковырнуть отверткой. В общем, он с этим трофеем... Сейчас ее там нет, в общем, короче говоря. И... Да. Вот. Вот половина этого кусочка. Собственно, так он выглядит. Вот видно. То есть там вот эта V-образная прорезь и одна сторона этой прорези. Вот обработанная поверхность. Здесь даже, собственно, просто при фотографиях уже риски видны. И опять же, вот судя по характеру разрезов, там разрезы виляют, там, все эти вот V-образные прорези. Они даже вот... Просится болгарка. Ну, болгарка должна была оставлять бы круглые, собственно говоря, следы. И любая современная болгарка, когда смотришь на камни, она такие следы и оставляет. Здесь же риски все идут параллельно, причем параллельно именно вот внешней поверхности, хотя внутренняя грань, она колеблется там, иногда идет просто даже по дуге. Теперь это уже с увеличением риски пошли. Вот они. Достаточно отчетливо видно, что все это параллельно. Вот. Это уже при более сильном увеличении. Здесь визуально создается ощущение, что вот, например, это даже не риска, не прорезанная, а как бы выпуклость, да. На самом деле, это в Хабаровске получены данные, уже буквально там за пару недель до приезда сюда. Ну, я специально связывался, собственно говоря, значит, с людьми, которые проводили, с Бердниковым, который проводил эти эксперименты. Он сказал, что нет, это действительно прорези, и это отчетливо видно в бинокулярном микроскопе. Просто снимок за счет бокового освещения искажает немножко картинку. Вот. Здесь я обратил внимание, что создается ощущение вот на этих кавернах, что гранит на краях, как будто материал, как будто наплывает. На вот эти вот мелкие углубления. Вот. Здесь мы как бы с Бердниковым разошлись в возможностях такой трактовки, да. Ну, хотя бы просто чисто визуальной. То есть, опять всплывая каким-то образом, значит, вот здесь вот особенно это видно. Такое впечатление, что тащили материал, например, в одну сторону. Может быть, это игра света тени, да. Ну, вот вопрос, опять же, о том, что мы называли там пластилиновой технологией, он как бы вновь каким-то образом всплывает. Вопрос, конечно, чем можно было бы размягчать и доводить до пластического состояния там гранит, да. Вот есть, я нашел как бы теоретически один вариант, значит, это поверхностно-активные вещества, значит, широко известные, применяемые в том числе там в стиральных порошках, в бензинах, в качестве присадков и так далее. Для гранитов теоретически поверхностно-активным веществом является вода при высоких давлениях и температуре. То есть, считается, что на нижнем слое, значит, коры земной, вот в тех условиях, в общем, где много воды, гранит, как бы, что такое поверхностно-активные вещества? Они создают условия, при которых, значит, при небольших, фактически, ну, относительно небольших внешних усилиях, материал начинает перетекать из зон с большой нагрузкой в зону, где нагрузка маленькая. То есть, идет вот, как бы, такое, выходит в пластическое состояние. Но на самом деле это все чисто теоретически, это даже не достигнуто, не проверено в лабораториях. Но вот с 2002 года начали появляться работы о применении электроимпульсного воздействия при бурении. То есть, дается, значит, электромагнитный импульс, и там поясы, и это позволяет быстрее проходить. Материал становится более податливым. И как раз было подмечено, что наибольший эффект достигается именно при твердых порогах. Вот, насколько, ну, это чисто при бурении, а вот технологии, которые бы позволяли этот способ задействовать, например, просто при обработке поверхностей, пока у нас, собственно, нет. И здесь вот вариант с этими параллельными рисками, он, конечно, заставляет сильно задуматься, собственно, каким образом было получено все это дело. Значит, опять же, здесь никаких следов ни меди, ни олова не нашли. Но в ферсмане здесь был, собственно, результат по элементному составу такой. Там были выплески по железу и по хлору. Хлор мы, в конце концов, вроде решили списать на просто органические примеси уже в ходе того, как эти ворота стояли. Ну, извините, туристы иногда писают. Да, это раз. Да, второе, это просто при таких сильных разливах нилов вообще это место могло вполне затапливаться. А разливы нилы это сопровождается тем, что несется ил, всякая другая органика. Ну, хлор имеет просто вот как бы связь с органическим происхождением. Вот, но выплеск по железу, мы пытались ловить составляющие каких-то сплавов, которые, вот, скажем так, прочных сталей, там, марганец, там, молибден, титан, ничего абсолютно нет. Вот, так что вот это тоже, как бы, результат немножко повис в воздухе. Значит, сейчас у нас вот, ну, то есть это, к сожалению, вообще все, что удалось на текущий момент, скажем так, гарантированно хотя бы, хоть в какой-то степени определить. Сейчас на меня вышла лаборатория одна из Ростова-на-Дону. Они берутся проверить, значит, на наличие химического, температурного и так далее воздействия на материал. У них есть отработанные методики. Посмотрим, там, сейчас просто образцы одни там в музее Ферсман, другие в Хабаровске. Ну, и плюс, я никак не дождусь результатов обещанных по поиску вот этих частиц алмаза. То есть люди, которые в обсерватории все так, значит, отсматривали. Ну, наиболее просящийся вывод о том, что вот эти риски оставлены именно какими-то алмазами. Причем алмазам не в качестве свободного абразива, то есть там не в виде песка, да, а именно в качестве фиксированного абразива. То есть, скажем, на каком-то мягком носителе вкреплены именно кристаллы алмаза, то есть мелкая алмазная крошка. Но почему при этом нет следов этого материала, на котором, тоже непонятно. Вот в обсерватории мне сказали, что у них есть какой-то метод, там, не могу сказать точно какого резонанса, с помощью которого они хотят выловить не просто там химический состав углерода, а что это именно алмаз. Ну, пока тоже тишина, тоже люди пропадают, ездят в экспедиции. В общем, все это медленная оказалась и нудная такая вот затяжная работа. Так что, на самом деле, это еще будет продолжаться все. Чем это закончится, пока не знаю, но, к сожалению, вот пока итоги такие, что быстрого ответа найти не удается. То есть, насколько эту задачу не решается. Вот, собственно, все. Для песка, который бы попался случайно, слишком частые риски. Так, ну и, собственно, образец, наиболее давший нам какую-то пищу для размышлений, и последний в моем списке, который я представлю, это... Значит, вот ворота, про которые я говорил, где есть прорезь в Карнаке, прямо на туристической тропе, которая там 5-6 метров высотой, вот. Вот у нее есть правая стойка и левая стойка этих ворот. Ну, если вот движение сюда идет обычно. Значит, вот на правой стойке у нас... А, это уже левая, собственно говоря, я показываю. Вот тоже есть такие же прорези. Собственно, вот эта левая прорезь нами и была задействована. Здесь внизу маленький кусочек. Оказалось, естественно, уже трещина от рози. Удалось ее подковырнуть отверткой, в общем, с этим трофеем. Сейчас ее там нет, в общем, короче говоря. Вот, вот половина этого кусочка. Собственно, так он выглядит. Вот видно. То есть там вот эта V-образная прорезь и одна сторона этой прорези. Вот обработанная поверхность. Здесь даже, собственно, просто при фотографиях уже риски видны. И опять же, вот судя по характеру разрезов, там разрезы виляют, там все эти вот V-образные прорези. Они даже вот просится болгарка. Но болгарка должна была оставлять бы круглые, собственно говоря, следы. И любая современная болгарка, когда смотришь на камни, она такие следы и оставляет. Здесь же риски все идут параллельно. Причем параллельно именно вот внешней поверхности, хотя внутренняя грань, она колеблется там. Иногда идет просто даже по дуге. Теперь это уже с увеличением. Риски пошли. Вот они. Достаточно отчетливо видно, что все это параллельно. Вот. Это уже при более сильном увеличении. Здесь визуально создается ощущение, что вот, например, это даже не риска, не прорезанная, а как бы выпуклость, да. На самом деле, это в Хабаровске получены данные, уже буквально там за пару недель до приезда сюда. Но я специально связывался, собственно говоря, с людьми, которые проводили, с Бердниковым, который проводил эти эксперименты. Он сказал, что нет, это действительно прорези, и это отчетливо видно в бинокулярном микроскопе. Просто снимок за счет бокового освещения искажает немножко картинку. Вот. Здесь я обратил внимание, что создается ощущение вот на этих кавернах, что гранит на краях, как будто материал, как будто наплывает на вот эти вот мелкие углубления. Вот. Здесь мы как бы с Бердниковым разошлись в возможностях такой трактовки, да. Ну, хотя бы просто чисто визуальной. То есть, опять всплывая каким-то образом, значит, вот здесь вот особенно это видно, такое впечатление, что тащили материал, например, в одну сторону. Может быть, это игра светотени, да. Ну, вот вопрос, опять же, о том, что мы называли там пластилиновой технологией, он как бы вновь каким-то образом всплывает. Вопрос, конечно, чем можно было бы размягчать и доводить до пластического состояния там гранит, да. Вот есть, я нашел как бы теоретически один вариант, значит, это поверхностно-активные вещества, значит, широко известные, применяемые в том числе там в стиральных порошках, в бензинах в качестве присадков и так далее. Для гранитов теоретически поверхностно-активным веществом является вода при высоких давлениях и температуре. То есть считается, что на нижнем слое, значит, коры земной, вот в тех условиях, в общем, где много воды, гранит, как бы, что такое поверхностно-активные вещества? Они создают условия, при которых, значит, при небольших, фактически, ну, относительно небольших внешних усилиях, материал начинает перетекать из зон с большой нагрузкой в зону, где нагрузка маленькая. То есть идет вот, как бы, такое, выходит в пластическое состояние. Но на самом деле это все чисто теоретически, это даже не достигнуто, не проверено в лабораториях этими людьми. Но, к сожалению, там буквально первый же опыт привел к тому, что мы расстались, потому что человек, который, собственно, проводил исследования, он нам просто выдал фактологический материал, но никак не смог его проинтерпретировать. Он развел руками, сказал даже, я с вас не возьму никаких денег, потому что я объяснить это никак не могу, прокомментировать не могу. Ну, он не специалист в области минерологии. Ну, результат я там покажу, в одном месте я его использую. Значит, чуть позже на меня выходили люди с обсерватории ПГУ. Они занимаются оптикой, естественно, они сами там тощат линзы, работают с алмазным инструментом. И они предложили, как бы, поискать именно крупицы алмаза. Значит, ну и в том числе на механические, по характеру механических каких-то повреждений посмотреть, собственно, что были за инструменты. Наиболее плодотворно у нас было взаимодействие с Минералогическим музеем Ферсмана Академии наук. Там в основном это был бинокулярный микроскоп, это чисто визуальный был осмотр. И вот основные данные там были получены на вот этой аппаратуре, рентгенский масс-спектрометр Oxford ED2000. Занимался этим непосредственно руководитель этого лаборатории Леонид Паутов. Он начинал с очень скептических позиций, абсолютно с классических, что-то делалось медью и так далее. Ну, в общем, быстро он все дело прекратил. Вот, сейчас он больше чешет затылок. И вот последние исследования были проведены, пока еще не закончены. Образцы еще до сих пор там лежат. Это Институт тектоники геофизики в Хабаровске. Значит, там пока вот только оптический микроскоп использовали. И, к сожалению, у них была расстроена аппаратура по химанализу. Но это вообще обычное дело. То есть мы-то думали, что это пришел, проверил и, собственно, что там. Это вот очень капризная аппаратура, очень занятые люди. То есть все, что удается делать, это буквально выкроить 3-4 часа в квартал, чтобы вот когда их придавишь в свободное время к аппаратуре, вот тогда вот вместе с ними просидишь, тогда они какие-то измерения еще как-то умудряются провести. И это должно попасть в тот момент, когда, значит, нет перебоев с электричеством, когда не полетело программное обеспечение, когда не вылетел с места какой-то кристалл. Там в Ферстману полетела вода, а это охлаждающий элемент. Ну, в общем, это жуткое дело. То есть вот постоянно создаются следы, у них постоянно какие-то поломки, они чинят там в экспедициях. В общем, буквально вот урывками какие-то вещи удается делать. Ну, по крайней мере, вот что-то, что удалось, я, собственно, вот сейчас и расскажу. И я расскажу только по части образцов, ну, только там, где удалось получить информацию. То есть есть целый ряд образцов. Мы набрали там, по крайней мере, порядка 10 килограмм самых разнообразных по последнюю поездку. А на самом деле вот информацию более-менее удалось добыть по пяти образцам. Значит, вот то, что я рассказывал по отпиленной, надрезанной, отломанной скале в Саксоамане. Это Перу. По ходу поездки вот от этого надреза отломан кусочек небольшой. Вот, собственно, Максим за этим процессом выламывания этого кусочка был взят небольшой кусочек диоритовой скалы. Здесь поверхность была сильно подвержена сильной эрозии, поэтому химический анализ нам ничего толком не дал. Вот. Но единственное, что при это исследовании в обсерватории МГУ были проведены, вот риски там видны. Риски идут, в принципе, в одном направлении. И получается, что, ну, на первый взгляд просится, что была какая-то там типа болгарки дисковая фреза, но на самом деле след абсолютно ей не соответствует. То есть на самом деле как будто здесь проводили ножом или чем-то еще просто вот так вот разрезали эту скалу. Это я не могу сказать. Они в разном масштабе все это фотографировали и особо скинули все это без комментариев. Вот. Единственное, что нам сначала по этому образцу... На почвоведении нам выдали информацию, что там много магнетитов, и якобы это соответствует о длительном возрасте, потому что якобы... Я представлю такие обобщенные результаты исследований, которые, в общем-то, родились из простейших базовых мыслей. Да, вот если использовались какие-то инструменты из металла или из какого-то другого материала, то, естественно, что при обработке особенно твердых пород горных, с которыми мы часто сталкиваемся на древних объектах, типа гранита, базальта, кварцита, инструмент, естественно, будет снашиваться. И крупицы материала, вполне возможно, могут остаться непосредственно на обработанных поверхностях в виде микровкроплений. Если мы ведем речь просто о каком-то инструменте, скажем, из сплава металла, да, понятно, что он стачивается непосредственно на этот металл. Даже если мы обрабатываем, там, скажем, варианты, там, медный инструмент с абразивом, когда у нас работает абразив, то медь тоже будет стащиваться и тоже будет попадать в эти микровкропления. Значит, для примера, в свое время Стокс, на которого сейчас молятся египтологи, проводил эксперимент, это 2002 год, по распиловке асуанского гранита и сверлению с помощью медных пил и песка в качестве абразива, кварцевого песка. Значит, у него выходило, например, что на 4 объема материала, то есть гранита, который был вырезан из блока, то есть то, что пошло в отходы, приходился один объем меди, минимум один объем меди. Иногда это соотношение достигало даже 1 к 2. То есть можете представлять, сколько там меди должно быть в тех следах, которые, собственно говоря, мы имеем. Вот, поэтому нам представлялось, что это достаточно простая задача, тем более, что минерологи у нас профессиональные при музее Ферсмана, музей Ферсмана это минерологии Академии наук Российской Федерации, то есть весьма авторитетные ученые, они нас уверили, что даже тысячи лет для этих микровкраплений, в общем-то, это не время. Они должны обязательно сохраняться. То, что такие микровкрапления держатся очень долго, и действительно, они как бы въедаются буквально в материал, они там, собственно, иллюстрировали тем, что они пытались там после того, как сами обтачивают камень, когда у них была потребность вымыть весь, собственно, материал инструмента, которым все это дело обтачивалось, вымыть весь абразив, они в четырех химических растворах промывали, и в то же время аппаратура совершенно спокойно все это легко обнаруживала. Тем более, там, точности буквально там до то, что называется ну, не до молекул, нет-нет-нет, там тысячная доля процента по содержанию, то есть там мощнейшая аппаратура стоит. Андрей, а можно уточнять еще вопрос? Здесь где-то с экстральным анализом? Речь идет о совершенно разных анализах. Значит, здесь ситуация такая, мы пытались одновременно разобраться, но поскольку, как бы, есть обработанная поверхность, да, смотреть и, собственно, как бы движение инструмента обрабатывающего, то есть норийские, которые остаются, да, и по ним тоже пытаться уточнить вид инструмента, да, ну и параллельно заодно, то есть, ну, когда лаборатория серьезная, у нее, как правило, много оборудования стоит, там есть и бинокулярные микроскопы, да, которые позволяют рассмотреть чисто механические характеристики поверхности, есть и, там, массоспектрометры или электронные микроскопы, которые тоже позволяют проводить химические, анализ, да, то есть, задача у нас стояла выжать как можно больше информации, вот, значит, ну и попытаться приблизиться к материалу инструментов, собственно говоря. Начинали мы взаимодействие еще года четыре назад с кафедрой получивоведения МГУ, у них просто был под рукой электронный микроскоп, и были контакты с чистого кварцита, чтобы строго называть его кварцитом, ее нет, вот, и поэтому, в общем, ну, буду называть это псевдокварцитом, вот видно, как обработанная поверхность, это снимок сбоку, как она достаточно ровно идет, но при этом, опять же, при визуальном осмотре, даже под микроскопом, в общем, никаких следов обработки, каких-то штрихов не найдено, но не обнаружены следов оплавления каким-либо лазером, а чем нам оказалась кафедра почвоведения полезна, вот она электронным микроскопом все это дело там подсветила, вот одно из увеличений, и здесь, собственно говоря, вывод был такой, что кристаллы кварца, которые здесь присутствуют, они, значит, вот на поверхности, они не выбивались с места, не вышелушивались, то, что называется, то, что следовало бы ожидать при ручной обработке, они не срезались, что было бы при более твердом инструменте, чем твердость кварца, они скалывались, то есть на самом деле инструмент был по твердости близок к кварцу, и при этом двигался на большой скорости. На большой? На большой скорости, да. Вот, еще один результат, который они нам выдали, значит, это на электронном микроскопе, здесь высвечивается два пика, характерных для углерода, и, значит, на золото можно не обращать внимания, и для кремния. Ну, понятно, кремния – это кварцит, но его оказалось несколько больше, чем должно было быть в кварците. Золото – это просто электрод, там золотые электроды стоят. Вот, это нам просто дало неожиданную версию, требующую дальнейшей проверки и подтверждения, потому что кремний плюс углерод, ну, если кремний понятно в кварците, то углерод спрашивается откуда, да, это уже совсем другое, это должны быть какие-то либо примеси, либо еще что-то. Но, в принципе, если предположить возможность, то, что это было соединение, то соединение углерода с кремнием – это, собственно говоря, у нас искусственные материалы, которые появились там в 70-х, 80-х годах, широкое развитие получили. Это так называемые композитные материалы, которые в определенных сочетаниях, там, во-первых, способны выдерживать высокие температуры, обладают там слабой изнашиваемостью и в том числе большой прочности. Ну, в зависимости от того, что за технология и так далее. Но, поскольку это единичный результат, плюс электронный микроскоп этот обладает одной неприятной такой вот особенностью, что он берет точечные замеры делает. И, соответственно, в точке может быть все что угодно. Здесь нужно бить по площадям и все-таки усреднять все это дело, смотреть. Вот. В точках могут быть любые выбросы. Так, следующий образец у нас был из Ромессиума. Это левый берег Луксора. Значит, вот статуя, которая весит вместе с постаментом, как считается, тысячу тонн. Полагаю, что это статуя Ромесса, естественно. Вот этот сам постамент. На нем есть два картуши с именем Ромесса, как считаете. Да, вот здесь есть куча трещин. Вот с одной из трещин нам удалось маленький кусочек просто вынуть руками. Здесь сразу было две обработанные поверхности. Одна и вторая, потому что это был, значит, рельефный рисунок. И одна сторона представляла внешнюю поверхность блока, обработанную. А вторая, значит, одну из поверхностей, то есть перпендикулярную поверхность, это был рисунок, грань рисунка. Вот. К сожалению, здесь эрозия оказалась гораздо сильнее, чем мы надеялись. Вот. В общем, здесь кое-какие риски тоже попадаются. Вот. Это нам делали вот в обсерватории. Видно, что инструмент двигался, опять же, линейно. Но они выдвинули версию, что это может быть вторичной шлифовкой. То есть это не сам инструмент, непосредственно разрезавший гранит, а те, кто уже мастера, там, доводил рисунок, как бы, до... Да. Или чистили. Ну, или чистили. Нет, чистили вряд ли, потому что тогда бы должны были чистить с абразивом. Вот. Магнетиты образуются только, значит, под воздействием космических лучей. Но на самом деле там магнетиты образуются совершенно в различных условиях и без всякой даже экспозиции снаружи. То есть это могут быть внутренние процессы. Но единственное, что по химии удалось на этом образце выловить, нет абсолютно никаких следов ни меди, ни овова. То есть ни медные, ни бронзовые инструменты при обработке там не использовались. Следующий образец, это уже не твердая порода, а гораздо более мягкий известняк. Это храм Джеткара, возле пирамиды Джеткара, вот, который я приводил в качестве того, чтобы пол был сначала уложен из блоков, из отдельных, а потом с него был срезан верхний слой. Выравнивалось, когда как бы циклевались полы. И то, что я говорил, что вот верхний слой изменил цвет. Изменение цвета просто бросается в глаза. И мы пытались, собственно, понять причину изменения цвета и проверить на наличие как раз, опять же, микровкраплений. Конечно, известняк не очень-то такой материал, от которого следует ожидать, что микровкрапления там останутся. Ну, скажем так, гранит-базальт чем лучше и кварцит. У них есть твердые зерна, кварца, да, во всех этих материалах. И есть как бы промежутки между этими зернами. И там микровкрапления остаются именно в этих промежутках. Значит, а известняк, он более однородную структуру имеет. И поэтому, в общем, здесь... Вот мы взяли образец, там меньше слой темный оказался. Но это был, на самом деле, единственный образец, где вообще нашлась медь. К сожалению, опять же, в этот момент засбоило программное обеспечение. Сама программа, значит, определение вообще спектра работала. Но записать результаты было нельзя. То есть, как бы перенести их в зримую картинку было невозможно. Но пик по меди был совершенно отчетливый. И был такой же совершенно отчетливый пик по цинку. Причем в соотношениях очень близких к тому, что используется в современных латунях. Ну, чуть-чуть отличающийся. То есть, это сплав, это латунь, фактически. Проблема в том, что пирамида Джеткара датируется, грубо говоря, серединой третьего тысячелетия до нашей эры. А принято считать, что латунь вообще придумали, до латуни додумались только риблине. То есть, через две с половиной тысячи лет. Ну, это как бы есть спорные моменты, потому что есть альтернативные точки зрения, которые уверяют, что еще в древнем Мемфисе, собственно говоря, где и расположена эта пирамида, что латуни уже умели делать. То есть, есть некие описания сплавов, очень похожие на то, что это действительно была латунь. К сожалению, здесь сильная эрадирная поверхность оказалась, и, в общем-то, никаких рисок, которые бы дали бы дополнительную информацию о том, что за инструмент применялся, получить не удалось. И пока мы оставили, не было у нас возможности попытаться проверить версию химического отравления. То есть, ну, скажем, банально, значит, задействование уксуса. Известняк, льем уксус, поверхность размягчается, становится фактически пастой, мы берем там и снимаем все, что нам надо. Вот. Тоже должны остаться, конечно, следы, но пока, к сожалению, этого не было, у нас в перспективе это все дело. Мы уже нашли лабораторию, которая там возьмется вроде за это делать. Ну вот, знакомые вам обломки саркофага в Дашуре. Обычно это называется кварцитом, но на самом деле, насколько я смотрел вообще литературу по минералам в Египте, здесь реальных кварцитов нет. Это как бы псевдокварцит, вот более корректно говорить. Это уже не песчаник, но еще и не кварцит. То есть, кристаллы кварца не сплавлены вместе в единое целое. Ну вот один из кусков, который мы вывезли там в ходе многочисленных поездок, вот образец мы взяли. Ну это уже следы современных отпилов, которые брались там на анализ. Вот видно, что структура, здесь спайки между кристаллами кварца вроде есть, но на самом деле вот монолитная структура, которая характерна именно для...